МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости христианского мира в студии Анна Коваленко. Здравствуйте! Коротко о главных событиях. Бывший мусульманин из Саудовской Аравии, родом из города Джидда, принял христианство. Папа Римский учредил день молитвы о творении Божьем. Русская православная церковь откроет в Вене общий европейский центр молодежного служения. Известный микробиолог доктор Халид Аль-Шамри сегодня проповедует Христа мусульманам, сообщает ортодоксик Конгейт Пейдж. На протяжении 33 лет Халид Аль-Шамри был преданным последователям ислама. Однако, будучи по природе ученым, он задавал вопросы. Эти вопросы, в конце концов, привели микробиолога к вере в Иисуса Христа. И сегодня доктор Шамри свидетельствует о Христе перед многими людьми. В свое время он с отличием закончил университет имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии, получив степень магистра в области микробиологии. В своем блоге Шамри написал, «Иисус есть Альфа и Омега. Он сберег меня в Саудовской Аравии, в Иордании, когда я был беженцем. А самое главное, Господь спас меня от вечной погибели. Пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить Иисуса за его любовь ко мне, к моей семье и моему народу». Шамри также призвал христиан молиться за его народ, чтобы они тоже встали на путь познания истины. Халит Аль-Шамри от всей души желает, чтобы каждый мусульманин познал великую истину, что Христос умер за грехи человечества и что Он – единственный путь к вечному спасению. Сегодня Шамри проповедует Евангелие на диалекте провинции Хиджаз. 57% американцев верят, что религия может решить все их повседневные проблемы или большинство из них. Эти данные опубликовал Институт ГЛАПа после подведения итогов опроса. Эта цифра намного ниже, чем 60 лет назад, когда 82% американцев придерживались подобного мнения, сообщает христианский портал Инвиктори. В 1957 году 82% респондентов все еще верили во всесилие религии. В то время общий уровень религиозности был значительно выше. Граждане регулярно посещали церковные службы и считали религию важнейшей частью своей жизни. Результаты исследования за текущее десятилетие с 2010 года показывают спад. И хотя сегодня лишь 57% американцев полагают, что вера дает ответы на нелегкие вопросы и подсказывает пути решения жизненных проблем, но в целом вера среди них тверже, чем ранее, а число людей, считающих, что религия устарела, несколько уменьшилось. Новые цифры подкрепляют данные предыдущего опроса о существенном снижении религиозности в стране. Однако вера все еще достаточно крепка в США. В стране постоянно растет число организаций, основанных на вере и духовности. Они рассматривают веру как движущую силу заботы, сочувствия и участия, которые считают смыслом своей деятельности. Папа Римский Франциск учредил Всемирный день молитвы о сохранении Божьего творения. Он будет проходить ежегодно 1 сентября. В пресс-службе Ватикана отметили, что молитвы будут носить экуменический характер, поскольку ранее Православная Церковь уже посвятила первый день осени молению об окружающей среде. В письме на имя кардиналов Питера Терксона и Курта Коха, соответственно президентов Папских Советов Справедливости Мир и по содействию христианскому единству, Франциск пишет, что его решение стало ответом на предложение митрополита пергамского Иоанна, Константинопольский патриархат. В католической церкви также учреждается Всемирный день молитвы о сохранении Божьего творения, пишет папа. Начиная с этого года он будет отмечаться 1 сентября, подобно тому, как это происходит в Православной Церкви. Этот день, по мнению понтифика, даст отдельным верующим и целым общинам возможность вспомнить о своем призвании охранять Божье творение. Что касается Совета по содействию христианскому единству, то этому подразделению римской курии поручено связаться со Вселенским патриархатом и другими церквами, чтобы день молитвы стал знаком общего пути, пройденного всеми верующими в Иисуса Христа. Русская Православная Церковь готовится открыть Общеевропейский координационный центр молодежного служения в Вене. В Европе, кроме приходов Русской Православной Церкви, существует множество приходов Русской Православной Церкви за границей, и каждая структура занимается молодежной работой. Задача координационного центра – сплотить две церкви, объединить их прихожан, систематизировать работу, сказал руководитель службы коммуникации Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви Евгений Новиков. Совместную работу молодежи приходов обеих церквей ранее высоко оценил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Выступая на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2013 году, он отметил, молодые люди быстрее находят точки соприкосновения и сближения в общем делании, что является залогом дальнейшего суработничества. Общеевропейский центр, как ожидается, проработает год в столице Австрии, после чего станет плавающим. Каждая европейская епархия сможет на год принять этот центр у себя. Подумный центр также будет открыт в Дортмуне и будет отвечать за молодежное служение на территории Германии, традиционно важной для русского православия земле, отметил собеседник агентства. Туристам предложат духовный аудиогид по Санкт-Петербургу. Комитет по развитию туризма Петербурга и городская епархия подписали соглашение о развитии в северной столице религиозного туризма и паломничества. По словам ответственного секретаря Совета по культуре петербургской епархии, священника Ильи Макарова, уже разработано несколько видов религиозных маршрутов, которые будут предлагаться туркомпаниям и паломникам. По словам митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Фарсонофия, эти маршруты епархии могут быть интересны даже для нерелигиозных людей. «Самое главное – начать приобщать человека к духовности, к церковной жизни», – сказал митрополит. Он также добавил, что процесс передачи епархии бывших храмов в Петербурге положительно отразится на развитии религиозного туризма. «Люди интересуются действующими храмами и церковной жизнью, а в музее нет церковной жизни храма, нужно возвращать церкви», – считает архиерей. В свою очередь, глава Комитета по развитию туризма Инна Шалыта подчеркнула, что помимо общегородских маршрутов религиозного направления, в Петербурге могут появиться и районные туристические тропы. Нам очень отрадно, что Санкт-Петербург занял лидирующую позицию по данному виду туризма. Подчеркнула она. Это были все новости к этому часу. Следите за развитием событий в нашем эфире. Хороших вам новостей и до встречи на ТБН! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова